Всем доброго дня. Сегодня у нас iPad mini. Вот такой вот. И замена тачскрина. Матрица целая, экран целый. Обращаю внимание на углы. Если они сильно деформированы, то в дальнейшем придется их отрезать просто, потому что каркас сделан из алюминия. Включаем фен. Я снимаю при градусе 450 градусов. Разогреваем стекло. Советую начинать сверху снимать. Чем меньше трещин на тачскрине, тем проще его снимать. У нас, как видите, не тот вариант. Загрели края вверх. Понадобится вот такая лопатка наточенная. Чем острее, тем лучше. А лучше две. Можно смело снимать. Сверху ничего нету, кроме стекла. Таким вот образом снимаем. Достаточно сильно она приклеена на двусторонний скотч. Аккуратно здесь стоят у нас антенны. Это у нас iPad mini, который поддерживает сим-карты. Довери по следующим. Рецентль. У нацистер. Позовица. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У нас тут 4 часа. У нас тут есть. Сверху грибинга. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Греем дальше. Будьте аккуратны, внизу находится шлейф, разъем стекла, кнопки холм, удалим крошку. Как видите сильно разбитое стекло приносит неудобства, небольшие, постоянно приходится стряхивать стекла. Далее, низ аккуратно отсоединяем. И вот тот самый шлейф, о котором я вам говорил. Кнопки холм, давайте разогреем правую и нижнюю части. Добавляем курицу. Вот так вот она выглядит. Покажу поближе. Вот она кнопка холм, аккуратно с ней. Шлейф старого тачкина можно отрезать. Давайте снимем кнопку холм. Этот разъем нам надо будет отпаять. Вот она так выглядит. Это шлейф, разъем и сама кнопка холм. Верхняя. Прокладку тоже снимем. Такая достаточно толстая, на которую клеится кнопка. Берем крошку. Пальцами экран старайтесь не трогать, потому что очень сложно он вымывается потом. Чищаем посадочные места. По всему периметру. Чем чище, тем лучше. Потому что стекло с каркасом не имеет практически никаких зазоров. Поэтому если что-то останется, даже очень мелко это будет видно. Или стекло не влезет, или будет выпячиваться вверх. Крым. Стекло не вмезетов. И зазоров. Стекло. Стекло. Так. приблизительно вот так еще раз проверьте далее отхушиваем 4 болта по углам экрана сняю воду далее снимаем экран шлейф находится внизу поэтому снимаем с этой стороны со стороны камеры экран у нас сидит на скотче двустороннем не очень сильно но тем не менее снимаем очень осторожно потому что очень тонкий экран так таким образом поднимаем тем самым отклеивая экран от каркаса одна сторона есть с другой стороны так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем вот такие вот полоски Вот здесь, сейчас вам покажу поближе Экран снизу приклеен вот таким вот скотчем Которым нам нужно просто срезать Или отклеить Вот таким вот образом Отклеиваем Вот я у нас Отклеили Далее Поднимаем экран с угла Вот лопатка полностью залазит С другой стороны Вот лопатка Отклеиваем вот этот вот остаток скотча, который у нас остался Чтобы он не мешался С этой стороны у нас еще одна наклеечка На iPod, который не поддерживает SIM-карты, ее нету Она клеится только на iPod Mini, которая поддерживает SIM-карты Имеет антенну вот здесь с двух сторон Клеили Снимаем экран Далее С обеих сторон у нас находится множество маленьких болтиков Откручиваем их Все Скрутили Снимаем защитный экран Достаточно тонкая алюминиевая поверхность Снимаем Прижимной защитный экран Еще один под ним Под ним находится у нас Разъем экрана Отстегиваем экран Убираем в сторону Пока Разъем точклина Так он выглядит Покажу новый экран Скрин точнее Вот он наш разъем Должны его вот этот старый снять И новый Соответственно припаять на него Снимаем шлейф Снять можно паяльником Можно горячим воздухом Безопаснее всего снимать паяльником Безопаснее всего снимать паяльником Уносим Слюс Берем припой Наносим на разъем Снимаем Снимаем Ставим держак, начинаем снимать аккуратно, без применения силы, сняли, залудим. Берем вот этот скотч старый, даже не скотч, а клей. Промоем техническим спиртом. Продуем. Ставим на новое стекло. Строго по своему месту. Ставим. Прихватили. Опять наносим флюс. Дальше уже спокойно припаиваем все остальное. Добавляйте припой, если видите, что не хватает. Внимательные. Смотрите, чтобы они не слипались друг с другом. Продолжение следует... 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 У нас здесь есть две дырочки, они должны совпать вот с этими. Кнопку, разъем кнопки Home под низ на стекло. Сверху разъем шлейф стекла, отверстие совместили, припаяли, добавим флюс, пройдемся еще раз. Проверьте, чтобы ничего не замыкало. Проманим техническим спиртом разъем, вытираем и приклеиваем. Давайте сначала приклеим вот эту вот часть тачскрина наверх. Берем защитный пластик. Эту часть приклеиваем, тут есть место, вырез, разрез такой. Прямо по его форме, таким вот образом, должны сесть. Приклеили, закрыли защитный пластик. Поставим прокладку кнопки Home, ставим кнопку Home на прокладку, и сверху то, что мы припаяли. Повлиже. И прихватываем саму кнопку Home, тут есть пазы специальные, два отверстия, прямо в нее вставляем. Проверьте, чтобы был клик. Далее. Далее. Давайте поставим экран. Стекло. Пристегнем стекло, таким вот образом загибаем разъем. Ставим на свой скотч, пристегиваем. Ставим стекло, экран, и проверяем. Экран у нас погашен. Нажимаем две кнопки, кнопку Home и кнопку включения одновременно. Чтобы завести iPad Full Mode. Я сейчас сжимаю одновременно две кнопки. Яблочко появилось. Такое всегда происходит, когда отключаете экран от материнской платы, то потом при дальнейшем включении экран становится черным. Загружается наш iPad. Обязательно попробуйте кнопки, чтобы все кнопки работали с сообщением. Переверните, попробуйте с этой стороны. Вроде все работает у нас. Можем потихоньку собирать в обратном порядке. Время держать на бравہ. Всего approaches кustичным в справеднице,